Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале! С вами Ака Эмили и сегодня у нас Мукбанг. Я опять же извиняюсь за моего соседа, этот шум это он. Надо вообще его познакомить с вами. Надо снять совместное видео, просто заочно с ним знакомы, постоянно слышите, как он делает ремонт, а в жизни его не знаете, непорядок. Как-то надо с ним поговорить на эту тему. Но сказать, у меня есть аудитория, они тебя знают по твоему ремонту уже 2 года, пора уже поближе познакомиться. В общем, у нас сегодня с вами вот такая вот курочка в китайском соусе, он кисло-сладкий, очень вкусный. Здесь у нас зелень, также салат с крабовыми палочками, он мне напоминает детство, а точнее жену моего дяди, она всегда готовила этот салат. Рецепт на то и другое я вам оставлю, если забуду, как всегда, пишите в комментариях. Потрясающее настроение, хороший день. А все почему? Со мной произошла немножко странная ситуация, так скажем. Не то, что странная, просто смешная ситуация. Когда я только начала вести свой канал, у меня было очень мало подписчиков. Понятное дело. Вообще канал начинать очень сложно, потому что ты не попадаешь в рекомендации. Точнее даже сейчас, но почти невозможно. То есть ты снимаешь крутой контент, но его никто не видит. Потому что тебя нету в рекомендациях. Все очень просто. А почему нет в рекомендациях? Потому что огромная просто конкуренция. В общем, начало моей карьеры. Я начала задумываться о том, как пиарить свой канал. Выставляла во всякие группы, в фейсбуке. Тогда это можно было, сейчас это запрещается уже. Там писала. Всем привет, я начала свой канал. Поддержите меня. Сейчас бы я так и не стала делать, если честно. Потому что мне некоторые до сих пор пишут, что... Ой, Айка, я тебя знаю. Ты в свое время там, не знаю, пиарилась бесплатно. Дешманский пиар у тебя был там в группах этих. В общем, я искала способы, как можно бесплатно пропиариться. Я решила написать девочке, у которой был такой же канал, как у меня. У нее было чуть больше подписчиков, чем у меня. Но просмотров у нас было одинаковое количество. У нее было что-то две тысячи, у меня тысяча триста. Но просмотров было одинаково. То есть не самое главное, сколько у тебя подписчиков. Самое главное, сколько у тебя просмотров на нынешний этап развития Ютуба. В общем, я ей написала, что давай совместный пиар. Я видео расскажу про тебя, а ты про меня. И не то, чтобы она просто проигнорировала, ничего не ответила. Было бы не обидно, если бы она просто проигнорировала. Она написала, привет, мне неинтересно. Так и написала, мне неинтересно. Мне немножко, знаете, как-то неприятно стало, что ли. Возможно, здесь нету ничего такого. То есть, понятное дело, твое предложение может быть кому-то интересно, а кому-то неинтересно. То есть, а что туда бежать-то-то? Все так и должно быть. Прошло время. Я время от времени, если честно, за ней следила. И сейчас у нее 7 тысяч подписчиков. А у меня уже 180 с чем-то, да? 184 у меня. И вчера вечером увидела ее сообщение на пиар-страничке. Точнее, Регина увидела. Отправила мне. А потом смотрю, что она и написала на главную мою страницу. Просто я не увидела, я не всегда читаю директ. Не всегда получается. Так вкусно. В общем, она пишет. Помнишь? Полтора. Полтора года назад. Это было не полтора. Это было 2,5 года назад. Она написала полтора. Ты мне предлагала совместный пиар. Я тут подумала, говорит. И решила, что давай. Подумала через 2,5 года, когда у меня уже в 20 раз больше подписчиков, чем у нее. Я, знаете, на минутку задумалась. Вообще, люди стали очень корыстными. Вот согласитесь. Моя бабушка рассказывает про отношения в ее молодости, про дружбу в ее молодости, про любовь. И мы просто сопоставляем с тем, что происходит сейчас. Не только в плане дружбы, да и в любви. Мужчины нас все обвиняют, что вот, женщины стали корыстные, им только бабки подавай. А вы знаете, я знаю одного парня. В общем, мы его хотели познакомить с одной девочкой. Не буду называть имена. И вы знаете, парень сразу спросил, говорит, а где она работает? Есть ли у нее машина? Парень просто с тачкой. Меня, на самом деле, очень смутили подобные вопросы. Что значит, вот так вот в лоб сразу спросить. Вот вы меня знакомите. А есть ли у нее машина? А где она работает? Она вообще состоялась как личность или нет? То есть, к сожалению, возможно, я ошибаюсь. Напишите в комментариях. Мне кажется, что люди с каждым годом становятся все больше падкие на деньги. Причем на чужие деньги. Если человек сам работает как лошадь, я здесь ничего плохого не вижу. То есть, человек хочет зарабатывать, сам трудится. Это все круто. Но когда человек пытается выехать за счет чужих бабок, это не круто. И вы представьте сейчас такой мир. А что будет через 20 лет? Когда наши дети будут пытаться найти себе пару. Тогда еще сложнее будет. Извиняюсь за звуки эти. Вот хочется все это оставить. Подняться на два этажа вверх. Открыть дверь и сказать, тебе чем помочь, родной? Материально, морально, может, физически чем-то помочь. Хватит пилить. Ты мешаешь моей работе. Некоторые мне пишут, вот Айка, столько снимает. Так хочет заработать побольше денег. Наоборот, берите пример. Снимайте вы тоже. Или в какой сфере вы работаете? Не знаю, занимайтесь ресничком. Берите побольше клиентов. То есть, развивайтесь. Это неплохо. Самой зарабатывать это неплохо. Плохо, когда ты завидуешь кому-то. Плохо, когда ты сидишь на ровном месте. И пытаешься, не знаю, у кого-то что-то отхапать. Незаконно, например. Просто иногда бабушка рассказывает про свою сестру. Которая 5 лет ждала свою любимую из армии. Прикиньте, тогда в военное время армия была 5 лет. 5 лет. Она ждала его 5 лет. И после этого они поженились и жили душа в душу. Хотя он был очень бедный. Можно сказать, самый бедный парень на деревне. Прожили вместе. Были безумно счастливы. Всю жизнь друг друга любили. Конечно, такое есть и сейчас. Но сейчас вся эта искренность потихоньку-потихоньку сходит на нет. Я не знаю, замечаете ли вы это. Но я замечаю. Особенно меня поражает, когда мужчины пытаются найти себе девушку, такую, знаете, с богатым приданным. С машиной, с квартиры. Меня это немного пугает. Я думаю, господи, куда катится мир. Не буду называть вам блогером. Но когда у нас было одинаковое количество подписчиков, она так в грубой форме отказала. Если бы я была бы на ее месте, ну, это логично, что сейчас я и не соглашусь. Зачем писать? Одно дело, тогда у нас был взаимный пиар. Не знаю, я тоже получила какую-то пользу от этого, к примеру, да? А с другой стороны, когда тебе не было выгодно, ты меня как бы отшила, так скажем. В общем, надо быть бдительным. Самое главное, замотивировать себя, заниматься своим любимым делом, ни от кого не зависеть. Вот реально, лучше ты будешь зарабатывать, не знаю, тысячи двадцать, но ни от кого не зависеть, чем тебе муж будет давать. Но это моя позиция, опять же, не знаю. Те же дети. Некоторые вот сидят, обвиняют людей, которые, например, в каком-то возрасте не хотят детей, к примеру, да? А я понимаю людей, которые вот прям сразу детей не хотят, хотят создать какую-то почву, не знаю, купить квартиру, еще что-то. Моему парню жутко не нравится, что я никогда никого не осуждаю. Он даже себя угорает с меня. У Айки, есть коронная фраза, что ей не скажешь, она скажет, ну и что? Когда я говорю, ну и что, он просто угорает с меня. Я всегда говорю, ну и что? Вот моя подруга Жали, он тоже такой же человек. Она никогда никого не осудит, никогда ничего плохого не скажет. Как же это было вкусно, господи, сейчас камера упадет. Вкусно, сочно. Сверху кунжут, еще это ведро, еще это вкусное ведро. Меняем это все дело местами. В общем, такие дела, мои хорошие. В общем, на этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока.